Всем привет! Сегодня мы будем с вами крафтить обсидиантовый шмот. Расскажу вам немножко как его получить, как получить этемы для него. Буду крафтить на примере сапогов. Называется он у нас тканевый сапоги эпохи хищника. Нужна нам затвердевшая смола и обломок, фрагмент ирамитских матерчатых сапог. Мы с вами набьем немного смолы, я покажу где ее достать. И также пройдем полный путь крафта, чтобы получить обломок от ирамитских сапог. И соответственно с крафтем обсидиантовый шмот. Выбиваются обломки в окрестностях замка Ож. Вот видно на карте, где мы находимся. Это пвп зона. Мобы здесь не очень большие, 53 левел. То есть набить не сложно. Эквип у меня 2400. Сейчас посмотрим как это получается. Днем здесь очень много народу. Локация популярная. Но ночью здесь достаточно спокойно. Это, как я сказал, уже пвп зона. Поэтому здесь могут либо момент слить. Мобы достаточно легко раскладываются, даже без каких-то там ковырок. Дается с них мешки. Открыв которые надо затратить 10 очков работы. И также можно выбить вот итемы нужные для крафта. Сейчас попробуем выбить. Вот, да, у нас получилось выбить затвердевшую смолу. Все у нас готово к крафту. Итак, собрали мы все ресурсы необходимые. Начинаем крафтить наши сапоги. Примесло у меня партняшка 50+. Вот этого должно хватить для крафта. Да, постепенно крафтим все до ирамейского шмота. Посмотрим, что у нас получится из ирамейского шмота. Потому что если получится у нас сапоги чародея, то можно его крафтить дальше. Сейчас узнаем. Потому что ирамейский шмот он открывается. Так. Ну да. Сейчас посмотрим, что у нас откроется из сапог. Где у нас? Вот он. Так, открылись у нас ирамейские сапоги как раз с чародея. То есть мы можем продолжать крафтить дальше. Так, вторая у нас попытка. Попробуем скрафтить сапоги. Те получились слишком удачные. Ну, погнали дальше. Да, вот они у нас получились сапоги чародея в прошлый раз. Сейчас попробуем сделать то же самое. Попробую скрафтить обсидиантовый шмот. Ничего сложного там нет. Главное собрать ресурсы. Ну, здесь получается у нас по... Самое сложное это лунный активум. По пять штук. Нужно каждого. То есть пыль, слитки и потом уже будут призмы. Ну, естественно, очки работаем. Так, стеганые. Да, еще проблема может быть с пропиточным маслом очищенным. Но на аукционе оно есть. Его нужно всего две штуки. Ну, и дельфильская пыль. Для самих арамейских сапог. Ну, какая-то ачивка. Ох, понятно. Так, вторая у нас попытка. Арамейские матерчатые сапоги. Так, о, сапоги миссионера. Соответственно, мне они не нужны. Сейчас мы получим с вами фрагмент арамейских матерчатых сапог чародея. Для этого нам нужно разбить наши сапоги миссионера с помощью камня новолуния. То есть наводим. Да, и разбиваем. Да, дали нам призму лунного ахема. И, соответственно, дали как раз фрагмент, который нам нужен. Вот, видно, что оно теперь появилось здесь. И можно его крафтить. 320 очков работы для меня. Так, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот, получены у нас сапоги эпохи хищника. По статам они хуже моих. У меня 50-й левел. Эти одеваются также с 50-го. Ну, вот видно, да, по статам. Но зато время применения умений сокращается на 1,5%. Ну, падает немножко защита выносилась. Ну, правильно, у меня потому что уникальный предмет, а это получился сегодняшний необычный. Вот. Ага, и при экипировке они становятся персональными. Но мне это не надо. Я потом буду дальше перекрафчивать, пробовать. Вот. Я вам показал, как это делается. Здесь все просто. Буквально у нас заняло это 10-15 минут, если у вас есть все ресурсы необходимые. Все ресурсы есть также на аукционе. За исключением вот предметов выбиваемых, задевшая смола, это персональный предмет. Для этого вам нужно будет идти в локацию замка Ош и там выбивать смобов. Но выбивается это все тоже очень просто. Буквально минут 10-15 также можно набить, ну, штук 30, наверное. Если у вас экипировка первоначально нормальная. Все. На этом всем спасибо. Буду делать в скором времени следующие выпуски по Архейджу. Игра изменилась по сравнению со стартом. То есть на старте было играть, ну, буквально через месяц-полтора уже неинтересно. Но здесь сейчас вели хороший крафт. Ну, и играть стало более-менее интересно. Еще раз всем спасибо.